Сегодня появилась новость. В Москве арестовали экс-депутата Одесского Гурсовета по делу о контрабанде скифских золотых изделий. Я предлагаю этот инфоповод сейчас обсудить. Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Одесского Гурсовета, экс-члена партии регионов Украины Олега Маркова. Его подозревают в контрабанде золотых изделий периода Железного века. На территории Москва-Сити его задержали во время контрольной закупки. Изъяли амфору, медальон с изображением античных героев, золотые пластины в виде оленя и льва, принадлежавшиеся к древним скифам. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через границу России культурных ценностей в крупном размере. Адвокат утверждает, что Марков не признает вину и будет обжаловать решение о его аресте в суде. Дальше адвокат говорит о том, что не доказано, что Марков что-то незаконно перевез, сбыт ювелирных изделий преступлением не является. Но самое интересное в этой новости это то, что Олег Марков является родным братом экс-главы Украинской партии Родина Игоря Маркова. Экс-премьер Украины Николай Азаров объявил о создании Комитета спасения Украины. Эта новость, Комитет спасения Украины, датирована 4 августа 2015 года, показывает, что Николай Янович Азаров, Владимир Николаевич Олейник и... Комитет спасения Украины огласил план действий. Игорь Марков, собственно говоря, сидели в первом ряду во время конференции по участию Комитета спасения Украины. Цели были понятны, да, Олейник выступал, Азаров выступал, да, и вот выступает, собственно говоря, Игорь Марков. Нужно сказать, что он просидел несколько месяцев в СИЗО по команде Януковича, да, и, соответственно, личных симпатий к Януковичу у него, конечно же, нет. Говорят, он должен сидеть на одной из камье подсудимых с Порошенко. Я считаю, что этот человек виноват не меньше, а может быть и больше в том, что произошло сегодня в Украине, чем нынешняя хунта, которая захватила власть в Киеве. И место его на одной из камье подсудимых вместе с Порошенко. Ну, это против Януковича. К чему я поднимаю этот вопрос? Обратите внимание, 4 августа 2015 года учрежден Комитет спасения Украины. Игорь Марков, Олег Марков, это одна семья, они живут в Москве вместе, да, и, собственно говоря, в Москве арестовали Олега Маркова по делу о контрабанде с киевских золотых изделий. Именно на следующий день после пресс-конференции об учреждении КСУ, известный вам Владимир Громов, это силовик и политик из Украины, гражданин Украины, сделал заявление на ресурсе Правда.ру о том, что у беглых украинских политиков шансов нет. И если находятся политики, которые готовы взять на себя какую-то ответственность за судьбу народа и попытаться все-таки помочь вывести страну из этого тупика, то, как бы, можно сказать, честь и хвала им за это. Но мое субъективное мнение, то, что это люди из бывших политиков. По сути дела, они прямо или косвенно причастны к тому развалу, к той катастрофе, которая происходит на Украине. У них была возможность, у них были шансы все-таки этого не допустить. И, в общем-то, здесь, в этом интервью, я его зачитывать все не буду, Владимир Громов сказал, что действительно Николай Янович Азаров пользуется значительной поддержкой народа Украины, потому что люди помнят, как они жили при нем в 2012-2013 году. Да, действительно, он разговаривал с МВФ совсем не так, как майданные президенты один за другим. И он не сдавал национальные интересы Украины, но те люди, которые его окружают, на самом деле очень сильно его дискредитируют. Потому что, если вы помните, КСУ учрежден 4 августа 2015 года, на дворе 20 ноября 2020 года. Но кроме интервью Николая Яновича на ютубе и его участившихся интервью на телеканалах Украины, 112 и все остальные, где он рассказывает о том, как он разговаривал с МВФ, действий КСУ, направленных на восстановление конституционного строя на Украине, не наблюдалось. А вот эта новость, это, конечно же, удар и по Азарову. И я на самом деле согласен с Владимиром Громовым, который буквально на следующий же день после учреждения КСУ сказал, у беглых украинских политиков шансов нет. А что вы думаете по этому поводу?